Пять человек, которых подозревают в сбытии поддельных денег, задержали на Кубани. Полицейские отследили автомобиль, на котором передвигались злоумышленники и задержали их в Абширонском районе. В машине четверо молодых людей везли фальшивые пятитысячные купюры. По словам правоохранителей, это подделка очень высокого качества. Всего изъяли банкнот на сумму 85 тысяч рублей. Известно, что задержанные отвечали исключительно за распространение ненастоящих купюр. Также в ходе проведения проверки полицейские установили и задержали поставщика поддельных денежных знаков жителей республики Адыгея. В настоящее время в распоряжении следствия имеется доказательство причастности задержанных к восьми фактам сбыта поддельных денежных знаков в разных районах Кубани. Сейчас все подозреваемые арестованы, возбуждено уголовное дело. Два студента из Крымска предстанут перед судом за осквернение мемориала. Парням всего 19 и 20 лет. Они с непомерным цинизмом глумились над братской могилой солдат, погибших в Великой Отечественной войне. В ноябре прошлого года на мемориальном комплексе вандалы разожгли костер из траурных венков, а на плиту наклеили наклейки со свастикой и подписали оскорбительными словами. Все происходящее сняли на камеру мобильного телефона и выложили ролик в сеть. По данным следствия, задержать вандалов удалось спустя несколько дней. Сейчас один из них находится под стражей, второй под подпиской о невыезде. Ова уже признали свою вину, раскаялись и объяснили, что совершили свой поступок по действиям книг нацистской тематики. Мошенничество на костях в Туапсе будут судить бригадира местного бюро ритуальных услуг. Его обвиняют в покушении на мошенничество с причинением значительного ущерба. Как сообщают в следственном комитете, 40-летний работник похоронной фирмы собирался продать одному из клиентов за 70 тысяч рублей место на кладбище. Однако при этом обвиняемый прекрасно знал, по закону земля на погосте предоставляется бесплатно. В октябре прошлого года клиент вручил указанную сумму бригадиру. В этот момент мучистого на руку задержали. За незаконное обогащение он может сесть за решетку на два года. Десятилетняя девочка попала под колеса самосвала. Это случилось накануне днем в станице Староминской. Как сообщили в Краевом ГИВДД, школьница переходила дорогу в неположенном месте. За рулем сельхозмашины находился 54-летний мужчина. Почему водитель не заметил ребенка и каковы причины ДТП, сейчас устанавливают следователи. Пострадавшую врачи скорой увезли в больницу. Поразительный пример того, как дети не растерялись в опасной ситуации и спасли жизнь своему брату. В Вашингтоне незнакомец похитил двухгодовалого малыша с детской площадки. Его с братом и сестрой няня оставила без присмотра всего на несколько минут. Когда злоумышленник схватил ребенка и бросился на утек, малышня не растерялась и устроила за ним громкую погоню. Ее зафиксировали камеры видеонаблюдения. Они бежали за ним по улице и громко звали на помощь. Очевидцы подбадривали кричащих юных преследователей. Я сказала той девочке, ты делала именно то, что нужно. Кричи во все горло. Это и спасло ребенка. Как она бежала и кричала. Детский крик привлек внимание полицейских, и похитителя задержали по горячим следам. Украденный малыш не пострадал, его вернули родителям. Детский крик. Водитель отечественной легковушки решил повернуть на Юнатов, но кроссовер ехал слишком быстро. Обращаться в страховую компанию пришлось и ни в чем не повинному владельцу третьей иномарки. Пересечение с Северной Севастопольской уже третий день подряд отмечается авариями. При таких маневрах водителям стоит внимательнее смотреть по обеим сторонам движения. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова